Промахнулся! Аут, это аут был! Вот они, настоящие эмоции. Пока мальчишки стараются забить друг другу гол роботами, девочки крутят обруч и прыгают через скакалку. В творческом центре такого не было давно, всему виной пандемия. Но благодаря проекту «Умные каникулы» ребята смогли вернуться к любимым занятиям. Мы уже по них очень соскочились. И дети друг по другу, и по педагогам. И вот что вот такое сейчас вот можно организовать, увидеться, встретиться, поработать. То мы этому очень рады. Юные художники занялись пленером, а любители театра – актерским мастерством. Особенно радует и взрослых, и детей то, что занятие на свежем воздухе. Это очень здорово. Вокруг деревья, птицы. Более веселее заниматься. Стараюсь подстраивать свой график для того, чтобы водить ребенка и радовать. Потому что особенно физическая нагрузка очень нужна. Дети уже и так, можно сказать, засиделись дома. Они устали от этих компьютеров, от этих гаджетов. Поэтому действительно надо. Хорошо, что такое небольшое общение. Это просто праздник. Юные любители кораблестроения тоже нашли чем заняться. Запустили свои водные судно в фонтане. Из-за неординарного лета такое занятие – большая редкость. В период эпидемии коронавируса дети вынуждены были заниматься онлайн. Но, к счастью, теперь, соблюдая меры предосторожности, можно задействовать детей и вне дома, к чему уже приступили городские творческие центры. Около 20 тысяч мы за эту неделю примерно удалось охватить. Продлятся такие каникулы до конца августа. Заниматься ребята будут по расписанию в группах по 10-12 человек. Обязательно в масках. Такие каникулы безопасны, но при этом наполненные живым общением и эмоциями детям по душе. София Яценко, Илья Халяпин. День с толком.